Очень странное видео у нас о кошках, а на руках у меня сидит собака, ершистский тельер Бонни. Ничего, Бонечка, потерпи, скоро до тебя дойдет очередь про собак, мы поговорим в третьей части нашего видео. А сегодня мы говорим об агрессии у кошек. Послушаем запросы от наших подписчиков и мнения специалистов по этому поводу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем здравствуйте, с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог. И у меня в гостях сегодня зоопсихолог с ветеринарным образованием. Здравствуйте. Здравствуйте, я Чапланова Нина Сергеевна, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения домашних животных. Сегодня мы с вами поговорим о агрессии у кошек. Как помочь хозяевам справиться с этой ситуацией? Да, давайте для начала посмотрим запросы от подписчиков, а уже потом поговорим. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я являюсь владелицей домашней кошки. Самая обычная порода, ей два с половиной года, она живет дома, в квартире. Первый вопрос, кошка проявляет агрессию, начинает кусаться, кидаться, кусает за ноги, за щиколотку, на руки кидается, если я не обращаю на нее внимание, когда она хочет играть, потому что не всегда у меня есть возможность не играть. Что делать, как остановить агрессию? Второй вопрос, кошка манипулирует своим поведением и иногда в комнате другой, где я не нахожусь, она начинает мяукать, буквально орать, привлекает свое внимание. Также, что с этим делать, чтобы не бежать на первый же ее крик и не успокаивать ее? И третий вопрос, раньше кошке нравилось, когда мы ее вычесывали с мужем четко, специально. В основном это делал муж. Сейчас ей неприятно, она начинает кусаться и это просто невозможно делать. Что делать с кошкой? Потому что она пушистая, длинношерстная и вычесывать ее нужно регулярно. Спасибо большое за ответы, очень жду. Здравствуйте, меня зовут Узли Анна, я грумер с ветеринарным образованием и сеть ветеринарных центров Слон. Так или иначе, несомненно, очень радует, что владельцы домашних животных стали больше уделять внимание их социализации, потому что груминг и зоопсихология – это две неотъемлемые части. Отвечая на вопрос Натальи, первое, почему же кошка проявляет агрессию в тех моментах, когда вы идете, она кидается на ноги, кусается. Первое, скорее всего, этот факт не является агрессией, а как жест того, чтобы ей оказали внимание. Скорее всего, ей просто не хватает контакта с вами, какой-то интерактивности, близости, тактильности, и поэтому она проявляет себя именно в таком моменте. Почему именно в таком моменте? Скорее всего, когда ее психика была очень пластичная, а это примерно в возрасте до полугода, кто-то имел неосторожность поиграть с ней руками либо ногами. Конечно, когда она маленькая, это не воспринималось как агрессия, потому что упуски были маленькими, царапки были не сильными, и с вашей, с ее стороны, это была всего лишь забавная игра. Это та ошибка, которую часто допускают владельцы домашних животных, не задумываясь о том, что такая игра надолго закрепится в головном мозге у вашего питомца. И в следующий раз, когда она почувствует, что не хватает внимания и произойдет какой-то напоминающий фактор, то есть вы будете идти махать руками, это будет восприниматься как жест того, что давай поиграем. Как с этим быть? Это нужно менять только заменой других привычек, то есть нужно больше уделять времени на игры совместные. Это может быть удочка-дразнилка, это может быть какая-то лазерная указка, различные, в общем, игры, в которых участвуете вы вдвоем, кошка и вы. Тогда в ее расписании не будет свободного времени на то, чтобы и желание, в принципе, чтобы как-то вас еще по-другому беспокоить. Но очень важный момент, что кошки часто испытывают расстройства психологические, неуверенность в себе, когда очень долго играются, потому как данные действия у них воспринимаются как охота, и после таких действий всегда должно быть какое-то поощрение. Поэтому, владельцы, имейте в виду, что после игр с кошкой обязательно нужно ее поощрить кусочком корма, какой-нибудь вкусняшкой, но ни в коем случае не едой со стола. Для того, чтобы у кошки в голове сформировалась цепочка, что она сначала поиграла, то есть условно это была ее охота, а после она получила какую-то вкусняшку, и это является как бы добычей, окончанием охоты. Если же вы поиграли с кошкой, и кошка ничего не получила, то кошка испытывает расстройство, что она плохая охотница. И тогда эти действия повторяются снова. Кошка начинает дуреть, бегать, прыгать, до тех пор, пока не закончится ее энергия. Вот. Второй момент, второй вопрос от Натальи. Почему же кошками мучают, чтобы кто-то из владельцев пришел в другую комнату? Это, в принципе, все та же проблема от достатка внимания. Поэтому вашей кошке очень нужно, чтобы вы были в контакте рядом с ней. Конечно, в современном мире человек не может уделять очень много времени на игры с кошками, несмотря на то, что очень бы порой хотелось, но есть работа, хобби и так далее. Чтобы ваша кошка не испытывала одиночество, можно приобрести для нее интерактивные игры, в которых кошка будет взаимодействовать сама. Это могут быть различные комплексы с мячиками, это могут быть заводные игрушки, комплексы с когтеточками. Конечно, это не заменит на 100% человеческое вообщение, то есть контакта хозяин, домашний питомец, но, тем не менее, это разнообразит жизнь вашего питомца, и моментов, когда ей захочется кидаться к вам на ноги, будет гораздо меньше. В дальнейшем, при закреплении новых повадок, данный момент должен уйти. У вашего питомца, так или иначе, есть проблемы с социализацией, но ему необходимо вычесывание, купание, либо сострегание колтунов. В данном варианте можно прибегнуть к консультации ветеринарного специалиста, для того, чтобы подобрать успокоительные средства в виде таблеток, капель, либо суспензии, в зависимости от возраста, темперамента и веса вашего питомца. В таком варианте стресс питомец будет испытывать гораздо меньше, что позволит выполнить процедуры, все необходимые, без вреда для здоровья. Потому что кошки очень отличаются психологически от собак, и в большинстве случаев испытывают стресс. Поэтому при вычесывании мы не должны давить на животное, все должно быть экологично, комфортно для вас двоих. Спасибо за вопрос. Третий вопрос. Почему же раньше кошка давала расчесываться, а теперь это вызывает трудности? Скорее всего, произошел какой-то негативный момент, негативное закрепление, что кошка понимает, что это не прикольно, это не классно, и я это делать не хочу. Почему это произошло? Ну, значит, ей было неприятно в какой-то момент, это могло совпасть с ее гормональным созреванием, и такой момент отложился в ее голове. Также это могло быть неприятно, чисто тактильно. К тому же кошка поняла, что она проявляет характер. От того, что ей не хватает внимания, ей мало того, что его не хватает, так еще пытаются ей делать какие-то вещи, которые ей крайне неприятны. И, конечно, кошка бунтует. Что делать в данном случае? Вам заново придется знакомить кошку с данной процедурой. Через игры. Сначала вы с ней играетесь, просто показываете ей расческу, для того, чтобы у нее закрепилось, что в момент, когда она видит расческу, не происходит ничего плохого. Далее, несколько дней играете на одном этапе, далее можно проводить один раз по телу расческой. И так же продолжать играть, чтобы кошка и дальше понимала, что ничего плохого не произошло. И идти далее на увеличение. Второй момент, который хочется обратить внимание, что действительно не все владельцы правильно подбирают инструмент для вычесывания. Очень многие используют фурминаторы, которые, к сожалению, не вычесывают льнялую шерстку, а при неправильном ее использовании выдирают. Поэтому я посоветую использовать, согласно длине шерсти питомца, это пуходерки. Они могут быть короткие, с каплей, без. Могут быть длиннее, без капельки, мягкие. И для того, чтобы у кошки не образовывалось колтунов, можно использовать вот такой плоский металлический гребень. Чтобы проверять, если на каком-то этапе вы понимаете, что расческа застряла и дальше не идет, мы прибегаем к нашим пуходеркам. И на этом месте расчесываем в разные стороны, чуть сильнее, чтобы распутать наш клубок. Когда, например, кошка короткошерстная, а мы берем очень длинный зубик, конечно, это будет ранировать ее кожу, потому что шерстка короче, и это будет неудобно. Но в то же время, когда у вас длинношерстная кошка, и вы используете короткий зубчик, маленькую пуходерку, тоже никакого эффекта от вычеса не будет. Поэтому нужно подбирать, исходя из индивидуальных особенностей длины шерсти, тактильности питомца. Также существуют массажные силиконовые щетки, они более приятные, поэтому если ваш питомец не любит вычесываться именно расческой, можно начать вычесывание именно с них. Но важно, чтобы вычесывание не переходило все грани, потому что в одном и том же месте провести данные щеткой массажной можно 2-3 раза и не более, иначе в этом месте может появиться залысина. Также для вычеса есть у нас грабельки различные, они отличаются все количеством зубчиков, соответственно, также в зависимости от длины шерсти, у кого-то средняя длина, у кого-то короткая, кто-то длинношерстный. И когда владельцы приобретают несоответствующий инструмент, он может причинять дискомфорт во время вычесывания. Из-за этого питомец может не хотеть производить данную процедуру. Добрый день, меня зовут Лора, я с Краснодара, котику моему 3 годика. Я бы хотела специалисту задать буквально пару вопросов, которые меня волнуют, интересуют, и мне кажется, на них не даст даже ответ просто ветеринар, обыватель, потому что там в основном по здоровью только. Психологический момент, который меня интересует, иногда он агрессирует, когда меня нет. Было такое год назад, когда я его оставила на человека, и у меня сутки не было, я уезжала в другой город, и он агрессировал, никак не воспринимал, какое-то безумие ждал меня, в общем, что-то такое, как в собаке у него есть ко мне сильная привязанность, как Хатико, и безумно любит меня. Он ко мне никогда не агрессирует, абсолютно, даже когда я с ним играюсь, он просто меня возьмет, облизнет. То есть он меня воспринимает действительно как вот кормлю, только благодарность. Ну и, наверное, второй вопрос. Он слабенький, он в принципе, когда мы забрали его котенком, он был в принципе очень слабенький, и периодически в период полгода с ним что-то происходит. Он прям хандреет, у него то цистит, то еще что-то. Я с этим борюсь, лечу все время, всегда переживаю, чтобы его годы и продлились. И, естественно, выбираю самых лучших ветеринаров, самые лучшие медикаменты. Но мне хочется, чтобы он был здоровее, и элементарно после всех антибиотиков быстрее набирал вес, потому что нам нужно быть сильными. Все, спасибо. Какой общий комментарий можно сделать, какие советы можно дать хозяевам этих кошек? Агрессия – это такой момент, который может появляться на фоне боли. То есть для начала нам нужно исключить именно болевые какие-то моменты и проверить состояние здоровья животного. Поэтому изначально нужно обратиться к ветеринарному врачу и пройти обследование. Если врач говорит, что все хорошо, мы уже начинаем искать первую причину. Что касается первого видео, нам нужно знать, кастрированы ли коты. Кастрация, она носит профилактический характер, но она является таким фактором, который в дальнейшем профилактирует проявление агрессии. То есть наилучшим образом-то можно справиться с агрессией, предупредить ее как будто бы. Да, поэтому и рекомендуется кастрация. Я еще слышала о том, что нельзя играть рукой с кошками, потому что когда ты играешь рукой, кошка воспринимает руку как момент некого соперничества и начинает тебя кусать. То есть если мы играем с животным, нужно приучить его чем-то играть, какой-то палочкой, какой-то мышкой, чтобы она царапала именно эту мышку, а не нашу руку. На самом деле это так. То есть изначально мы сами помогаем животному в дальнейшем проявлять агрессивное поведение, потому что у кошек есть такой момент охотничьего инстинкта. То есть кошка – это охотник по своей натуре, и ей нужно заполучить жертву. В данном случае наша рука воспринимается именно как жертва, как охотничий трофей. Можно напасть на детей. Чтобы это профилактировать, нужно действительно играть игрушками, которые находятся даже на каком-то расстоянии от нас. То есть это различные дразнилки. Благо их сейчас очень много. А что касается второго вопроса, что можно сказать по этому поводу? Что можно посоветовать хозяевам кошек? Ну, что касается второго запроса, здесь кошка привлекает понимание, то есть она это делает любыми известными ей способами. Здесь я бы порекомендовала, скорее всего, это установить какой-то режим, да, то есть просто подкреплять максимально спокойное поведение. В то же время, когда кошка всячески показывает, что она хочет добиться нашего внимания, мы просто игнорируем. То есть мы таким образом ей показываем, что на данный момент мы не готовы с тобой общаться. Но нужно не забывать уделять внимание кошке. И опять-таки здесь же мы имеем игровую агрессию, то есть здесь мы переходим на игры именно с игрушками. И нам нужно профилактировать вот этот момент нападения. То есть здесь владелица нужно, здесь владелица нужно, чтобы она ловила изменения в поведении кошки, которая предшествует нападению. То есть в этот момент мы просто разрываем контакт и продолжаем общение уже, когда кошка подуспокоится. А теперь послушаем мнение других экспертов по этим же вопросам. Здравствуйте. Меня зовут Марченко Александровна. Я ветеринарный врач ветеринарного центра СЛОН города Краснодар. Поступила пара вопросов, на которые мы, собственно, можем ответить. С первого вопроса, кот агрессирует, когда владелец выезжает, кричал владелицу безумно любит и очень к ней привязан. Пожалуй, здесь может быть только один ответ, что все вот эти моменты уезда и отсутствие владелица должны сопровождаться максимальным успокоением пациента, котика, собаки. И в данной ситуации котику я бы рекомендовала в момент уезда владелицы включать препарат, который называется пиливей. То есть это специальный препарат, который выделяет в окружающий воздух херомоны кошачьи. И, возможно, данный препарат немножечко успокоит психологическое состояние кота, и он меньше будет переживать. Небезусловно, здесь еще требуется консультация зоопсихолога непосредственно для того, чтобы разобраться, что в обитании кота его не устраивает. Возможно, обустроить его кровоплощадку, возможно, посмотреть в целом, какое у него окружение в плане того, что когда владелец уезжает, и что больше всего его еще дополнительно может раздражать. Второй вопрос был касательно применения антибиотиков во время того, как он заболевает, у него какие-то проявляются циститы. Здесь не поступило никакой информации, была ли вообще в принципе проведена какая-то диагностика по нарезу мочи, потому что антибиотики не назначаются без конкретной доказательности по бактерии урии, по нарезу мочи. Точно доказано, есть факт о том, что циститы в алфаве 60% случаев ведиапатические, то есть стресс индуцированных, и только порядка 40% циститы требуют какого-то действительно антибиотикового лечения. Поэтому мы сейчас говорим о том, что возможно у кота, если не было анализа мочи, и может быть и не требовалось лечения антибиотиками. Соответственно, когда у нас есть какой-то стресс-фактор, кота, возможно, недополучил какой-то объём воды, возможно, вовремя не пописал, возможно, потерпел, перетерпел по поводу искраждения, и это могло быть провокационным фактором воспалительного процесса стенки мочевого пузыря. И это могло спровоцировать частое мочеиспускание, болезненное мочеиспускание и т.д. Что требуется котикам, у которых такие ситуации, такие циститы встречаются? А. Это отсутствие и минимизация стресса с помощью специальных препаратов, в том числе и филивей. Б. Возможны дополнительные применения антидепрессантов. С. Всегда недостаточный объём воды в среднем кота должен выпивать порядка 50 мл на кг в сутки воды. Причём эта вода ни в коем случае не должна быть водопроводная, она всегда должна быть фильтрованной. Миски для кота должны быть шелочевым основанием, чтобы усы не дотрагивались до края миски, и котик пил с удовольствием. Возможно, это разные по идеальности миски, возможно, это автоповилки для котов. Собственно, к печи воды нужно относиться у котиков очень-очень-очень популяризно. Дальше, количество лотков всегда должно быть на одного кота 2 лотка, если 2 лотка, то 3 лотка. Точно так же по отношению к мискам. Мисок воды и еды всегда должно быть на одного кота 2, на два кота 3 миски. Соответственно, по аналогии со всем остальным. Здесь, на самом деле, нужно разбираться по поводу того, какие были результаты анализов крови и мочи, и разбираться конкретно в терапии. И антибиотики, ещё раз повторюсь, при циститах далеко не всегда показаны. Если кот теряет вес, там было проговорено, после применения антибиотиков кот теряет вес, тут можно разбираться и проводить полную диагностику. Что нет, собственно, у меня никаких входящих данных, поэтому ответа здесь, пожалуй, не будет. И однозначно рекомендую обустроить внутреннее пространство у кота. Для этого вам нужен зоопсихолог, обратитесь, пожалуйста, к нему. Возможно, дома есть какой-то фактор, который его провоцирует к переживаниям, стрессам. Вашу есть может провоцировать переживаниям и стрессам, из-за чего он часто проявляет такую болезнь, как цистит. Всё. Спасибо за внимание. Была рада плачать. Эльвира Юрьевна, подскажите, пожалуйста, были ли у вас ещё какие-то запросы, которые связаны с кошками? Либо, может, у вас есть какие-то истории жизни? Да, были обращения по поводу именно потери домашнего питомца. И тут мы понимаем, что ничего не остаётся, как отгоревать. Питомец прожил долгую жизнь и был другом своему хозяину, но вот его не стало. Что делать? И тут психологи советуют просто отгоревать. То есть моментально это прожить невозможно. То есть нужно вспоминать все случаи. Мы проживаем вместе с клиентами точно так же, как и потеря любимого человека. Особенно у одиноких людей так бывает, что домашний питомец заменяет всё и всех. И он очень сильно привыкает к нему. Мы понимаем, что заменить этого питомца не всегда бывает уместным, потому что это уже будет совсем другой домашний питомец. Если это была кошка, даже если мы заводим похожую кошку, она совершенно другая. Мы помним то, что было, что нас связывало с нашим домашним питомцем, сравниваем и не всегда в пользу нового питомца. Некоторые считают, что нужно побыстрее завести нового питомца, чтобы не горевать. Но многие считают, что нет, замены не бывает и просто отгоревать. Да, Бонечка, да. Ну что ты вообще? Это правда. Я не решила высказать своё мнение. Своё точку зрения. Таких, как я, не понимают. Я такая одна. Всё, хорошо. Хорошо, хорошо. Садись. Молодец. Высказала. Поэтому тут только остаётся отгоревать точно так же, как при потере любимого человека. А каково ваше мнение по данной ситуации? Можно заменить, если это входит в систему ценностей данного человека? Можно заменить или можно приобрести кардинально другое домашнее животное, которое не будет напоминать о прежнем? Это возможно. Ну, на самом деле, зоопсихологи, они рекомендуют всё-таки здраво относиться к тому, что, как вы правильно сказали, невозможно заменить кого-то, да? То есть мы должны понимать, что это будет другой питомец. Да, для одиноких людей это выход завести нового питомца. Но здесь не нужно сравнивать с тем, который был. То есть здесь нужно просто понимать, что это другой питомец. Он не обязан вести себя так же, как был предыдущий, да? Ну, на самом деле, я слышала такое мнение, есть исследование о том, что у пожилых людей бывает даже нормализуется давление, если они заводят кошку, постоянно её гладят. И вот это вот мурчание, да, имеет уже психотерапевтический эффект, да? Потому что когда кошка мурчит, она успокаивает своего хозяина, создаётся некий такой контакт, что способствует даже выздоровлению. Знаете, на самом деле проводилось такое исследование именно по зоотерапии. Оно заключалось в том, что брали, ну, это в Америке, по-моему, проводилось, и там брали дом престарелых, и было принято решение о том, что там будут жить несколько кошек. Старики, которые живут в этом доме престарелых, они чуть ли в очередь не выстраивались для того, чтобы повзаимодействовать с этими кошками. В дальнейшем экспертами было замечено, что животные благоприятно влияют, то есть у них улучшается самочувствие, у них появляется своеобразный стимул к жизни. Да. Потому что есть друг. Да, есть друг, есть с кем поделиться. Пообщаться. Пообщаться, то есть это достаточно распространённое явление, да. И я думаю, что это хорошая идея, именно в частности для пожилых людей, которые одиноки. Ну, а что делать, если вы не можете завести по каким-то причинам кошку? Даже я знаю, сейчас существуют такие кафе, где можно прийти пообщаться с кошкой, погладить её, посмотреть на её поведение и просто прикоснуться к этому прекрасному существу. Не дома, так хотя бы в кафе, кошачье кафе. На самом деле, да, это вообще хорошая идея по образованию таких кафешек. Не обязательно с кошками. Я знаю, что есть кафе с енотами, с кошками, с кроликами. То есть там различные животные могут быть. Да, это здорово. То есть когда ты можешь прийти и повзаимодействовать с питомцами, но там питомцы также проходят определённую подготовку перед тем, как их выпустить к человеку. То есть их социализируют, борются с их страхами. Это колоссальный труд у нас в этой неделе. Да, это работа. То есть можно сказать, что те же кошки, собаки, которые живут в таких кафешках, они работают. Работают там. Да, работают там. Так же, как и все остальные сотрудники. Хочу рассказать свою собственную историю. Прошлым летом я помогала своей подруге перевезти двух кошек из России в Швейцарии. Это оказалось непросто. Нужно было сдать все анализы, получить все сведения о прививках. И так как аэропорт Краснодара был закрыт, мы сначала с ней ехали на поезде с двумя кошками в Сочи, оттуда в Стамбул, а потом уже в Женеву. Надо сказать, что наши кошки вели себя очень спокойно, потому что нам ветеринар посоветовал препараты успокоительные. Естественно, кошки были в стрессе. Они не могли ни кушать, ни пить. Перенесли этот перелет очень даже стойко. И приехали к своей хозяйке, которая уже и ждала в Швейцарии. Но надо сказать, что в аэропорту мы видели других кошек. И нам даже задавали вопрос, почему ваши кошки молчат. А наши кричат. Ну, конечно же, вы из России, а мы из Беларуси. Нам никто не сказал о том, что можно было надеть памперс на кошку, дать какой-то успокоительный. И тогда у нас прям такая, знаете, гордость за нашу российскую ветеринарию. За то, что мы это знаем, за то, что мы подкованы. И нам было очень легко перевозить кошек, несмотря на то, что все-таки перелеты – это стресс. И нужно было кошку по условиям авиакомпании поставить под сиденьем впереди сидящего пассажира. Ну, наши кошечки очень хорошо себе вели, молчали. И так стоически перенесли этот перелет. Ну, у меня такой опыт интересный, да. Также могу рассказать про свою кошку. У меня тоже была кошка. И когда мы переезжали, в тот момент она была с котятами. Мы раздали всех котят, взяли маленького котенка и перевезли его в новую квартиру. И мы поняли, что кошка не хочет уезжать из этой старой квартиры, в которой она прожила очень много лет. Когда мы собирали чемоданы, она вот так вот с грустью рассмотрела на нас. И в момент переезда она умерла. То есть она осталась привязана к этому месту, где прошли ее счастливые годы. Ну, к сожалению, да, такое тоже бывает. Ну, опять-таки, вернемся к тому, что кошки — это территориальные животные, да. И без дополнительной подготовки, без внесения в ее привычную жизнь каких-то новых компонентов, которые будут присутствовать в новом доме, да, ей тяжело будет адаптироваться. То есть поэтому и важно соблюдать этапы подготовки, даже если мы просто переезжаем с одного дома в другой. То есть бывает такое, что появляются проблемы у животных, даже если владельцы переезжают из одного дома в другой, и эти дома находятся в одном дворе. То есть сталкиваются с тем, что питомец, ему тяжело адаптироваться на новом месте, хотя вроде бы что тут, ну, всего там, грубо говоря, 10-20 метров. привык там жить, это его территория. Да, да, да. В плане того, что вы рассказали про перелет, это на самом деле очень сложно. Мы в свое время с подругой перевозили из Санкт-Петербурга в Воронеж двух котов. Тогда еще о зоопсихологии даже не слышали. Это было тяжело, но у нас было купе, и мы ехали вдвоем, как бы нам было попроще. И да, мы столкнулись с определенными трудностями в плане подготовки к перевозке. Тогда еще и не было таких хороших препаратов. Помочь питомцу пережить стресс, это на самом деле стресс переезда, поездки какой-то. Это очень тяжело, и владелец должен понимать, что когда мы решаемся на это, животное все-таки нужно подготовить, чтобы он легче перенес все это. Итак, мы заканчиваем свой рассказ о кошках, и в следующем видео перейдем к рассказу о домашних животных, о собаках. И, Бонни, тебе слово. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Мы всегда рады рассказать вам интересные истории. С вами была я, психолог Эльвира Емельенчикова, и моя коллега Нина Сергеевна, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения домашних животных. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.